Приветствую вас, и самооценка здесь довольно-таки расплывчатая причина, по которой вы так себя ведете. Дело заключается в том, что дело не самооценка, дело скорее в потребностях, это было бы правильно сказать. Понимаете ли, как обстоят дела? Мужчина вам нравится, и все вроде бы хорошо. Он проявляет вам значение внимания, и вы, собственно, проявляете к нему тоже такое сдержанное интересное, если я правильно понял вас. И вас все устраивает, потому что вы знаете, что мужчине нравитесь. Вы чувствуете, что нравитесь ему. И вас это устраивает, потому что вы, ну, как бы, вот, по вашему мнению, вы получаете то, что вам нужно. То есть вы получаете мужское внимание. Дальше, когда он начинает вас игнорировать, вы чувствуете, что это, как-то, ну, скажем так, например... Как-то, допустим, это бьет по вам. Вот это, на самом деле, ключевой момент. То есть все это бьет по вам, когда мужчина перестает с вами взаимодействовать, когда мужчина начинает вас игнорировать. Вы чувствуете, что это бьет по вашей самооценке, по гордости, и вообще вы начинаете сомневаться в себе. То есть у вас неуверенность в себе, скорее болезненная неуверенность в себе. И вы нуждаетесь в том, чтобы эту неуверенность в себе купировать. Каким образом? Только через вот такое отношение к мужчинам. То есть вы холодно, достаточно сдержанно воспринимаете то, как они к вам относятся. Вы холодно воспринимаете их симпатию. А потом, просто-напросто нуждаетесь в них, потому что вы воспринимаете то, что они перестали с вами взаимодействовать, как личный ущерб, как личный урон, негатив, если угодно, для себя. И весь вопрос заключается в том, зачем вам мужчина? Зачем? Зачем? Для чего вам мужчина вообще нужен? В каком контексте вы его рассматриваете? Какие желания с ним вы пытаетесь удовлетворить? И так далее. Вот это является ключевым моментом в понимании вашей проблемы. И я поясню почему. Потому что сейчас вы зависимы от внимания мужчин к вам по довольно-таки простой причине. Это причина неуверенности в себе. И желание доказать себе и мужчине, что вы достойны, да, что вы прекрасны, что вы привлекательны, что вы ценные и так далее. То есть у вас именно вот такая направленность. И надо сказать, что от этой направленности желательно вам избавляться. Потому что она, ну, совершенно ничего хорошего вам не даст, не принесет, не сделает. Это направленность. Она вас, по сути дела, только лишь еще больше ввергнет в пучину зависимости от мужчин. А это не есть хорошо. Это почти никогда не есть хорошо. Поэтому вам необходимо поработать над тем, значит, как вы себя воспринимаете, в чем вы себе не уверены, как вы воспринимаете отношения, для чего они вам нужны. И, по сути дела, по сути дела, вам нужно перестать с нами отношения воспринимать как средство для, ну, для достижения чего-либо и для удовлетворения своих потребностей. Как средство для реализации. Понимаете, отношения это ни в коем случае не средство для реализации как таковое. Отношения это средство вкладывания в человека. То есть вы именно вкладываете в своего мужчину, да, в своего любимого мужчину. Вы вкладываете в него то, что у вас есть. А получается, что вы активно хотите что-то для себя получить в отношениях. И вот именно это, то, что вы хотите получить для себя в отношениях, и является самым, ну, самым, так сказать, скверным в данной ситуации. Потому что получать-то вам как раз ничего и не нужно. В отношениях не получать, в отношениях отдают. И вот до тех пор, пока вы будете стремиться получить в отношениях, у вас будет такая ситуация. Вам необходимо самостоятельно реализовывать себя. Она самостоятельно работает над собственной самооценкой. И через самооценку, через повышение своей уверенности в себе, вы как раз-таки и будете избавляться от подобного феномена, который вам, по сути дела, только мешает на данный момент. Вот, я думаю, что именно так вам и нужно будет поступать. Если вы хотите как-то свою жизнь изменить, если вы хотите, чтобы у вас все было по-другому, чтобы не впадать в зависимость. Потому что зависимость, по своим сути, это неправильная реализация потребностей. Именно поэтому люди попадают в зависимость. Потому что они неверно реализуют свои желания. То есть они реализуют свои желания через других людей. А это неправильно. Потому что другие люди, это не средства для удовлетворения желаний, а другие люди, это, как бы это сказать лучше, это приложение, это возможность реализации того, что есть у вас. Но ни в коем случае не в удовлетворении своих потребностей. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Вам, в принципе, я могу порекомендовать работу с психологом. Большое количество сеансов вам не понадобится. Может быть, где-то, вот так вот, как я видел, избавление от зависимости, это самая основная проблема. Тут, может, понадобится 2 или 3 сеанса. Может быть, больше, в зависимости от того, как вы будете воспринимать, например, меня или другого эксперта, который вы выберете, и от уровня вашей защитной реакции. Вот. Ну, а касательно всего остального, что обеспечивает условия для возникновения подобной линии поведения, здесь, я думаю, по одной или две консердации вполне достаточно будет для того, чтобы полностью вас избавить от всех этих моментов. Вы можете, конечно, и сами это сделать, то есть вы можете сами подумать, просить себя, почему я, например, начинаю переживать, когда парень перестает обращать на меня внимание, почему я начинаю переживать и по нему сходить с ума, хочу реву и плачу. Но это же не любовь. Когда вы плачете из-за человека, это не любовь. Это, знаете как, это стресс. Это стресс, это влечение. А влечение – это непредставленное в сознании желания. То есть вы не осознаете, чего вы хотите. Вы думаете, что вы хотите быть с мужчиной, а в действительности выходите из чего-то другого. И вот желания подавлять в себе нельзя. Но можно и нужно удовлетворять их правильно. Вот этому как раз удовлетворять свои желания правильно, не ставив себя в зависимости от других людей, и нужно вас учить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!